Всем привет, я Доннис. Сегодня мы начинаем проходить Mountain Blade, а конкретнее модификацию Vikings Conquest. Mountain Blade это одна из моих любимых игр, которая в свое время произвела на меня просто феноменальное впечатление. Когда она выходила еще там бета, наверное, альфа какая-то версия была, можно было играть только до шестого уровня, там демо-версия была. Даже в этой модификации она мне показалась сумасшедшей, возможность сражаться со своим войском. Не просто стратегия, ты сам участвуешь в этой битве, это то, о чем я тогда мечтал. Причем система боевая была офигенная, это до сих пор одна из моих любимых боевых систем. Mountain Blade и так крутая, очень классная игра. Но Vikings Conquest добавляет сюда еще сюжетную составляющую, которая очень тоже неплохая, да и вообще дорабатывает всю игру. Что, начнем, будем с ней знакомиться? На стройке. Канахт. Состояние войны. Выскакивает взаимоотношения группировок тут. Нам пока это не особо интересно. Сюжетная кампания. Сложность. Так, сложность. А, есть либо среднее, либо легко. Пускай будет среднее. Урон игроку. Так вот. Ну это, мне кажется, слишком все, перебор. Пускай будет вот так вот. Искусственный интеллект сражения. Не, не надо, зачем? Передвижение. Среднее. Искусственный интеллект компании. Зачем легко? Почему так по умолчанию стоит? Пускай все среднее будет. Удар щитом. Интересная штука, попробуем. Остальное, ладно, как по умолчанию, пусть все будет. Размер битвы. Интересно, когда мы ставим свыше 300. Красное, пущай. Пущай будет 750. У меня компьютер мощный, я думаю, все в порядке будет. Все окей. На дворе 9 век, и давно угасла величие Рима, поглощенное песками в времени. Остается несколько столетий до золотого века рыцарей и принцесс. Может, тогда забудутся эти жестокие, беспощадные темные времена, когда каждый человек пытался вышить как мог, где люди, ложась спать, каждую ночь молились, чтобы увидеть новый день. Северные земли. Времена экспансии викингов. Междуусобная борьба в Ирландии. Усиление западных саксов в появлении королевства Альба. Что ждет вас в этом мире раннего Средневековья? Массовые битвы. Да, именно массовыми битвами хорош Mountain Blade. Ух ты, сколько вариантов. Племя. Англосаксы. Пускай норман будет. Мужчина, рост средний, молодой. Сангвиник. Пускай сангвиник будет. По умолчанию. Куча всяких настройок, прям как волдскульных РПГ. Мудрость. Профессия отца. Не, бандит не надо, дворянин слишком. Ремесленник. Пускай будет ремесленник. Навыки. Боевые искусства. Думаю, это нам больше всего понадобится. Призвание. Землевладелец. Да, конечно. В боевой игре землевладелец. Это как Геральт, если бы был землевладелец. Офигенно было бы, раб. Охотник. О, лук тогда должен быть прокачан. Религия. Язычество. Не буду это все зачитывать. Более-менее не так все понятно. Ага, распределение навыков. Кстати, у нас по меркам Монтенблейда довольно прокачанный персонаж сразу. Так, имя, ну, Адонис. Уже здоровье сразу 61. Навигация. Вот это важная штука. Скорость кораблей. Потратим сюда два пункта. Мощный удар. Мощный выстрел. Я люблю луки. Очень люблю. Атлетика. Верховая езда. Все надо. Ловкость, пожалуй, самый важный параметр именно для боя. Скорость обращения с оружием. Написано скорость передвижения. А в оригинальном Монтенблейде написано скорость владения оружием. Я думаю, тут так же. Не совсем понятно. Так, ловкость надо улучшать. Интеллект немножко. Интеллект дает одну очко навыков. Вот эти вот все навыки, это у нас компаньоны будут за это отвечать. Нет смысла. Убеждение. Вот убеждение может понадобиться. Прокачаем. Так, здесь у нас я люблю древковое оружие. Сканя это топчик. И луки. Так, лицо. Я не любитель этого. О, кстати, тут маски есть. Офигенно. Так, борода. Сделаем сурового мужика. О, прическа. Отличия. Косметические. О, что-то такое скандинавское. Прикольно, пущай будет. Цвет волос. Я думаю, что нормально. Пойдет. Вы не можете уснуть. Вы слышали постоянное поскрипывание корпуса корабля. Чувствуете запах соленого моря. И ветер, искающий ваше лицо. Но ваши глаза закрыты. Не желают открываться. И сквозь дремоту вы вспоминаете другие времена. Прошлую жизнь, которая теперь кажется так далеко, что вы едва ли вспомните каждый день. Хотя со времени вашего отъезда прошло не так уж и много месяцев. Теперь будущее остается туманным. Ваше путешествие привлекло вас во Фризское море в надежде узнать что-нибудь о старом Целителе, который лечит от всех болезней. Потому что ваша мать больна. Вы все бросили ради матери. Свой маленький мир, который знали. Их свои пять пальцев. И заплатили за место на торгом кораблей северян. Оно медленно и неповоротливо. Но капитан обещал доставить вас в отдаленную часть Фризи, где живет Целитель. Ваша мать плывет вместе с вами. Ее болезнь прогрессирует. И бывают дни, когда она перестает узнавать вас. Хотя в другое время она кажется совершенно здоровой. Каждое утро вы просыпаетесь, не зная, каков будет день. Сможете ли вы общаться с ней? Или вам придется привязать ее к мачте, чтобы она не упала за борт? Ужас. Вы должны проснуться, но ваши глаза противятся вам. Разум кипит от волнения. Счетные усилия и ваши веки повинуются. Круто. Капитан. Вот хочу сразу сказать. Это то, чего не хватало Mountain Blade. Mountain Blade супер офигенная игра, в которую можно залипать на многие часы. Играть просто забыв обо всем. И не ложиться спать, я не знаю, там целую ночь проводить. Но в ней не хватает сюжетной составляющей. А тут это есть, блин. То есть эта игра почти идеальная. Она, конечно, устарела технологически, но она все еще та же крутая игрушка. Капитан. Приветствую, Адонис. Вы хорошо себя чувствуете? Во сне вы резко вздрагивали и бормотали страшные вещи. Мои люди подумали, что это проделки дьявола. Где я? Что это за место? У-у-у. Все так плохо. Вы разве не помните? Меня зовут Аво Леоф. Я капитан корабля Воден Рик, на котором вы, собственно, и находитесь. Вы поднялись к нам на борт неделю назад во Фризии. Заплатив хорошие суммы, чтобы отплыть с нами. Я вроде прихожу в себя. Может, вы сможете напомнить мне, почему я здесь? Теперь я действительно начинаю волноваться за вас. И не знаю подробностей, лишь то, что ваша мать больна, и вы везете ее к лекарю, который обладает даром исцелять людей. А держим мы путь в один фризский порт, в выселении которого и живет этот человек. Видать, переживания так сказались на вас. Спасибо. Но разве мы не должны поспешить, идти в полный парус? Корабль стоит. Что происходит? Почему мы остановились? Мы обнаружили обломки на половине затопленных кораблей. Похоже, совсем недавно тут был бой. Мои люди занимаются поиском выживших людей. Бедные, у них не было шансов уйти от кораблей викингов. Не переживайте, мы скоро продолжим наш путь. Что ж, надо меньше волноваться. Думаю, мне надо пойти помочь им. Может, мы поговорим с вами позже, господин? Мне нужно сделать пару распоряжений своим людям. Угу. И вот она, игра. Да, графика уже немножко устаревшая, кажется, на наше время, но не этим она берет. Тут масштабные бои, которых нету просто нигде. И они честные, не какие-то там проскриптованные. Это настоящие бои. Где каждый отдельный NPC сам за себя отвечает. Это офигенно круто. Прекрасно. Далее вы изучите, как взаимодействовать с объектами и людьми. Рядом стоит человек по имени Бода. Для того, чтобы узнать имя персонажа, подойдите к нему поближе, пока не появится имя. Для разговора с Бода. Для разговора с Бода. После того, как вы выйдете на него, нажмите клавишу F. Ага, понятно. Короче, F действие. Бода. Добрый день, Адонис. Рад видеть, что с вами все в порядке. Вы напугали нас, говоря во сне. Не хотел бы я видеть такие сновидения, как вы. Ага, и тут начинает действовать то, что я выбрал сангвиник. Все хорошо, поверьте мне. Это был просто дурацкий кошмар. Я полностью согласен. К счастью, я, как правило, не помню своих сновидений, когда просыпаюсь. Ну, это хорошо, видеть вас в добром здравии. После всех этих событий что-то я запамятовал. Словно туман накрыл некоторые воспоминания. Напомните мне, кто вы? Да это же я, Бода, родом из Кантаврии, королевства Аустрия. А римляне называли Испания. Судьба столкнула нас на корабле Воденлиг. Я хочу еще раз услышать вашу историю. Давайте позже, я слежу за горизонтом и лучше не отвлекаться. Я не капитан, но считаю, что останавливается здесь плохая идея. Меня тоже терзает волнение. Смотрите внимательно, мой друг. Рад послужить здесь, хоть чем-то помочь. Самое главное, что в этом путешествии я приобрел хорошего друга. Жаль, на нашем пути вскоре разминутся. Если в будущем нам доведется встретиться вновь, и вам нужна будет помощь, обращайтесь, мой друг. Превосходно, дальше изучим обращение с оружием. Так, выбираем оружие. Говорите с ветераном. А вот она и боевая система. Зажимаем клавишу, причем так как мы мышку отводим, оттуда и удар будет. Влево, значит слева удар. Вправо, значит справа. Вверх, значит сверху. Назад, значит сзади удар. Ну это ж круто, офигенно вообще. И так же блоки ставятся. Но этими ножом не могу блокировать. Так, инвентарь я не могу посмотреть. Ветеран. Капитан. Вот он. Добрый день, парень. Капитан нанял меня, чтобы готовить людей для защиты его корабля. Так что здесь по этому вопросу мое слово закон. Должен быть вы опытный воин, раз вам доверили такое дело. Я могу что-нибудь узнать у вас о боях. Конечно можешь, я старого яка, вся моя жизнь прошла в сражениях. А здесь я натаскиваю зеленых новичков. А подберу тебе партнеров для тренировки, если хочешь. А если у тебя вопросы о военной науке, так не стесняйся, спрашивай. Да, у меня есть несколько вопросов. Ну, спрашивай, чего хочешь. Расскажите мне что-нибудь о боях. Хороший вопрос. Первое, чему нужно научиться, это правильная защита. Уберечься от ран самому гораздо важнее, чем нанести вред другим. На ось махать мечом любой может. Только ведь надо не только людей вокруг поубивать, но и живым избоев идти. Так вот, защищаться проще всего, если у тебя есть щит. Просто ставь блок щитом. В такой ситуации ты сможешь отразить все атаки, идущие спереди. Однако твои фланги и твой тыл по-прежнему не прикрыты. Что делать, если у меня нет щита? Тогда блокируй оружие соперника собственным оружием. Это немного сложнее, чем защищаться со щитом. Оружие ты сможешь поставить в блок лишь от одной атаки. То есть ты ставишь верхний блок, боковые блоки, либо блокируешь... Ну, понятно, разберемся. И самое главное, нападение, лучшая защита. Многие бойцы предпочитают вставать в атакующую стойку и приготовить оружие к удару. Да, остается дождаться подходящего момента и завершить удар. Думаю, мне это пригодится. Это хорошая тактика, но помни, твой противник может увидеть это и заранее поставить блок против твоего удара. Если это произойдет, нужно прерывать атаку и быстро атаковать с другого направления. Если мой противник ставит защиту в том направлении, в котором я атакую, я прерываю удар и бью по-другому. Да, выбрать, куда бить, понятно. Эй, как насчет тренировки? Немного практики мне бы не помешало. Посмотрев, могу сказать, что вижу задатки великого война у вас. Сейчас пару моих людей как раз ничем не заняты. Если хотите, можете потренироваться с одним из них. Годовно драть зад одному из моих людей. Я не по этому вопросу, но подраться не против. Ну да, удачи. Ну давай. Вот так вот, дружок. Холера. Звуки такие. Огулял. Все вернутся на корабль, быстрее. Ох, Один, мы в беде. А, кстати, интересная фишка еще тут боевой системы, что рассчитывается урон от того, как мы движемся. То есть, если мы сближаемся с врагом, то урон увеличивается. Если мы назад идем, то наоборот уменьшается. Это офигенно. Что случилось? Циц. Сохраняйте спокойствие. Мы в опасности. Пока мы наблюдали за вашим боем, были замечены два длинных корабля. Сейчас я смогу разглядеть знамя. Это Свен Бища Шея. Черт их подери. Молитесь своим богам. Черт, молитесь любым богам. Главное уйти от них. Если нас поймают, то уже никто нам не поможет. Успокойся и скажи мне, кто такой Свен? Вы не слышали о нем? Свен Викинг. Худший викинг из викингов. Он сжет деревни, топит корабли, порабощает людей. Или просто вырезает всех до единого человека, кто встретился на его пути. Все уничтожает. Но самое страшное, каждый раз после нападения он выбирает одного человека. И переносит его жертву своим богам ужасным ритуалом. Его называют Кровавый Орел. Вы слышали о таком? Уже не хотите узнать, что это означает? Расслушайте меня и не перечьте. Вы замечаете, что его руки дрожат от волнения. Я думаю, что они пройдут мимо. Если мы останемся прямо здесь, они могут подумать, что мы один из тех полузатонувших кораблей. Это наша единственная надежда. Пожалуйста, успокойтесь, мой друг. Мы не должны так делать. Теперь он выглядит испуганным. Свен заметил нас. Они поворачивают на нас. Хватит ждать. Режьте якорь и начинайте грести. О-о-о, один все бесполезно. Помогите. Нормально, капитан. Бода кричит. Куда вы не сражаетесь? Я еще с вами. А я с матерью не поговорил, кстати. Матушка. Как ты? В первых рядах стоит, блин. Это ее затолкать назад. Фудишь ты какая. Давай-ка. Мне только ножик. Ну, нам попа. Ну, просто без вариантов. Да блин, ты вообще. Все, гуляли. Просто вырезали. Странно. Вы спали, но не помните, чтобы вам снились кошмары. Что вы ясно помните, так это викингов, берущих на бортаж воденрик, вонзающих свое оружие в тела капитана и матросов. И бода, кантабрийца, который бился как лев, загнанный в углу. Его слова отпечатываются в вашем сознании. Адони, сражайся. Я все еще с тобой. Вы помните смерть, ваша смерть, когда враги набрасываются на вас. Вы еще чувствуете деревянный пол судна, врезающийся в вашу щеку. Прежде чем вы едва душа прощались с этим миром. Ваши глаза встречаются с глазами матери. Как раз перед тем, огромный викинг в броне, может, это Свен, ударил ее копьем по голове и отбросил ее тело в сторону. Вы ползете, оставляя за собой кровавый след, в надежде отдать свое тело на корм рыбам. Но больше вы не помните ничего. Вы мертвы? Но если вы мертвы, почему же вы чувствуете изнывающие мышцы вашего тела или жар от близкого огня? Как получается, что вы можете сжимать кулаки, открывать глаза и различать лучи света, прибывающиеся сквозь крышу над вами? Если вы живы, то кто спас вас? Как и зачем? Далее. Вот так вот. Все не так плохо. Ну, кстати, текстурки не такие плохие. Музыка прикольная. Ритм такой. Целитель! Мать погибла, получается. А, вы очнулись. Хорошо, что вы уже на ногах. Вам очень повезло, иноземец. Бог не покинул вас. Ведь когда вас привезли сюда, вы скорее были мертвы, чем живы. Кто вы? Как я здесь оказался? Где я? Вы были на волосок от смерти в течение двух недель. Рыбаки Докинга нашли вас в море недалеко от побережья, на обломке корабля. Вы еле дышали, и все ваше тело было в тяжелых ранах. Потом вас принесли ко мне. Я целитель этой деревни. Докинга? Значит, я во Фризии. А вы тот великий целитель, который лечит все болезни? Не-е-е. Только один человек был так велик и известен. Люди со всего мира прибывали к нему на лечение. Их приходило так много, что не зарастали тропы к Докинге. Но, к сожалению, тот человек умер год назад. Я Эбе, сын его. Простой целитель. Год назад, говорите? Черт, все было зря. Зачем я только отправился с матерью сюда? После смерти моего отца многие, как вы, приходили искать здесь помощь. Но я не обладаю тем даром, как мой отец. Мне очень жаль. Рыбаки находили еще кого-нибудь, кроме меня. Возможно, моя мать еще жива. Ко мне принесли только вас. Я ничего не знаю больше. Вам надо пойти в Докингу. Деревня недалеко отсюда. Поговорите там с танк-риком. Спасибо за все, целитель. Я поговорю с Тонк-риком в Докинге. Прощайте. Докинга рядом. Удачи, чужеземец. Тонк-рик хороший человек. Он поможет вам. Учебник. Вы получили ваше первое задание. Чтобы посмотреть журнал, жмите Q. Чтобы покинуть, нажмите TAP. Понятно. Очень громкая музыка. Ну, лутания тут нету классического. Инвентарь. Ага, у нас хлеб есть. И сакс. Одноручный ножик какой-то. Радиус действия 37 всего. Нельзя использовать для блока. Но это не серьезное оружие совсем. Добро пожаловать в Viking Conquest Reforged Edition. Сюжетные линии вы начинаете героем или героиней с неопределенной судьбой. Пожалуйста, прочтите внимательно, так как основа игры в этом режиме немного отличается от песочницы. История имеет свой собственный путь развития. Также вам предстоит принимать решения, которые будут влиять на мир вокруг вас в дополнение к стандартной игровой механике. Это означает, что вы не сможете свободно поступать на службу, стать лордом какого-либо королевства, какого вы пожелаете, кроме случаев, когда это будет обусловлено сюжетом. Поведение королевств особенно важно для истории и истории. Сюжет будет следовать хронологии исторических событий столько, сколько это будет возможно. В результате, если в истории королевства не было завоевано, то в игре этого не случится. Кроме того, вы не сможете избавиться от ваших спутников, предоставить им феодальное владение, сделать их вассалами, пока вы играете в сюжетную кампанию. Многие из ваших компаньонов связаны с сюжетом, поэтому очень важны в игре. Много месяцев прошло на создании и исследовании сюжетной линии Viking Conquest, используя исторические источники, сказания и большую любовь к миру викингов. Мы надеемся, что вам понравится этот новый мир. Я уверен, что он нам понравится. Ага, это территория. У нас Великобритания, Норвегия, Дания. Фриза — это, я так понимаю, Франция. Кусочек Франции. Круто. Война. Коннахт объявила войну фракции Осрайге. Меч вынут из ножен и щит снят со стены. Теперь заговорит сталь. Вот так вот. Вот так вот выглядит всемирная карта. Ага, вот Франция кусочек у нас. Фризы. Тут у нас Дания. Норвегия. Норвегия. И Британия, поделенная на всякие королевства. Шотландия тут у нас. Они тут по-разному называются, по-другому еще. Ирландия. Где-то здесь Уэльс. Или вот тут Уэльс. Англия. Так, ну ладно. Где я там был? Во Фризии. Большой город Дорестата у нас. Докинга. Так, посетить деревню Докинга. Найти Тонкрика. Окай. Вот, можно теперь сохраниться. Учебник. Перед вами карта местности. Щелкните по нужной точке левой кнопкой. Ну, разберемся. Купить провиант. Ага, но у нас 80 копейек есть. Но нам это не надо сейчас. У нас есть хлеб. Оружие нужно, конечно же. Грабить можно прямо сейчас. Одному. Оберванцу. Брать добровольцев. А, правитель этого поселения должен дать разрешение набирать его людей. Вот так вот. Я могу 27 человек набрать, кстати. Ой, а как отменить? А. Докинга. Докинга – небольшая рыбацкая деревушка на побережье Фризии. Народ здесь трудолюбивый. Поселение выглядит процветающим. Хоть сейчас здесь и не бывает так много иноземцев, как раньше, которые приходили к покинувшим этот мир местному целителю. Кроме трудящихся селян, видны воины, которые упорно тренируются, возможно, готовясь к новым походам в море. Может, и вам стоит попрактиковаться? Так, новобранец. Тренироваться в бою. Добрый день! Мы оттачиваем здесь свое боевое мастерство и строим тренировочные бои. Похоже, тебе тоже не помешало бы позаниматься. Присоединяйся к нам, и мы покажем тебе пару трюков. А если потребуется, объясним и технику боя. Спрашивай. Постарайся рассказать все, что знаю. Давай. Давай. Удачи. О, славно. Вот, модификатор скорости. Прикольная штука. Вообще, мне нравится боевая система Mountain Blade. Она идеально подходит для массовых сражений. И тут реально лучшие массовые сражения из всего, что я знаю. Хорошая была тренировка. Тебе удалось победить меня? Но в следующий раз я буду осторожнее. Хочешь повторить? Давай. Я опыт зарабатываю, да? Давай, подходи. Хрят. Этот нормальный, идет прямо? Ладно, хватит. Так, я хоть чуть прокачался. 2-2-8. Так долго. Так, как убрать оружие? А, тут командовать можно еще. Так, вон, наверное, этот чувак. А, лучники. О, можно пострелять, да? Эй, а тут делом занимаешься. Если тебе нужны советы во оружии, дальний бой, иди поговори с тренером стрелков. И где он? О. О. 10 пеннингов? Ну ладно, давай. Это навсегда мне дали? Серьезно? Мне навсегда дали это? Если это так, то это круто. Да, есть вид от первого лица, кстати. Иногда удобно. Траектория, кстати, полета от первого лица отличается. Можно собирать стрелы. Только свои. Хм. По мне стреляют. Старейшина. Доброго пожаловать в селение Докинга. О, подождите. Вы тот парень, которого мы нашли в море. Рад видеть вас в добром здравии. Не верю своим глазам, но вы живее всех живых. Новый целитель свой решил чудо. Возможно, он достойный сын своего отца. Да вознаградит того бога на небесах. Вы Донкрик. Меня зовут Адонис. Я в долгу перед Докингой. Забудьте. Вы ничего не должны, мой друг. Спасение людей, попавших в ряду, на просторах моря, долг каждого рыбака. Мы нашли вас без сознания на обломке корабля. Счастье, вы были недалеко от берега. Я плыл на корабле в Воден Рик, и на нас напали викинги. По этой причине я оказался в море. Я знаю, Воден Рик. Этот корабль частенько заходил в Докингу, высаживая людей, которые искали помощи здесь. Старый целитель известен далеко за пределами Докинга, и тысячи людей готовы на все, чтобы попасть сюда. А к великому сожалению, он умер, а его сын, который излечил вас, не имеет той волшебной силы, как и отец. Да, от викингов до бранья жди. Я сочувствую вам. Со мной была моя мать. Вы находили других людей или трупы? Где вы нашли меня? Море иногда приносит раздутые трупы и обломки кораблей к нашим берегам. Но ничего в последнее время мы не находили. Обычно викинги берут пленных, чтобы продать их у рабство. Тонкрик. Наш корабль подвергся нападению Свена Бычьей Шеи. Вы слышали о нем что-нибудь прежде? Он широко открывает глаза. Свен Бычья Шея? О мой бог! Туда это чудо, что вы живы. Свен убийца, а его люди демоны. Он не берет пленных, убивает у всех и сжигает корабль вместе со всеми и трупами. Свен очень честолюбивый человек. И для него золото на втором месте. Каждый год мы платим ему много денег, чтобы он не трогал нас. Не факт, что он убил, мать. Может она сейчас жива, я не уверен. Моя цель сейчас это Свен. Всякий, кто станет на моем пути, будет моим врагом. Где Свен? Он выглядит испуганным. Кто ищет Свена, тот ищет свою смерть. Вы сумасшедший? Вы не слушаете меня. О, смотритесь. Видите людей, которые тренируются? Они опытные воины, посланы нашим ярлом. Они будут защищать нас от Свена. И можно считать, что нам еще повезло. Другие деревни не имеют такой защиты. Они так важны для нашего ярла. Нет, нет. Я ничего не знаю о Свене. Тонкрик, мне нужна ваша помощь. Разве вы не понимаете, что я помогу вам, если убью Свена? Он нервно потирает свои руки. Ходонис, посмотрите на себя. Вы слабые. Вы никто. Несколько недель назад вы почти были мертвы. У вас нет ничего. Ни оружия, ни средств, ни людей. Я не знаю, где укрыть Свена. Но если даже отыщите его, вас ждет только смерть. Я не боюсь смерти, Тонкрик. Я знаю только одно, что я хочу убить Свена. Прощайте. По вашим глазам можно прочесть, что вы намерены выполнить задуманное. Что ж, возьмите немного монет и последуйте лучше моему совету. Найдите себе работу и забудьте о Свене. Но вряд ли вы послушаете меня. Значит, ответы вам сможет дать только Ярл из Кенномера. Я могу вам чем-то помочь? Мне нужны кое-какие припасы. Плачусь серебром. Как вам будет угодно, господин. Товары вам нужны, Эль Скотт. Еда и припасы. А может, из товаров, что приглянется. У нас есть кое-что. Пойдем в Калумбар глянем. А, ну это все то же самое. Скотину можно купить. Ну, это стандартная тема. Монтун Блейда. Не беспокоят ли вас какие-нибудь враги? Не, господин. Рогового креста уже давно не отдать. Есть тут деревни парни, которые бы рискнули поискать удачи на войне. Ищите людей, готовых рисковать своей головой ради славы и богатства, а? Я вас ничего не знаю, не слышал о вас. Вы в обычной стране, каких много шастает в этих землях, которые лишь обещают золотые горы и славы людям. Так почему я должен помогать вам найти людей? Понимаю. Но складывается впечатление, что вы благоразумный человек. Давайте договоримся. Отлично. Давайте начнем переговоры. Давайте ближе к делу. Теперь слушайте внимательно. Я очень влиятельный человек здесь. Многие меня слушают и делают то, что я говорю или предлагаю. Я не позволю вам забрать мужчин, которые работают на тополях. Но есть другие. Бездельники и пьяницы, которые приносят только проблемы для нашего поселения. Я могу попросить их, чтобы они присоединились к вам. Но, посмотрев на вас, могу сказать, что с таким предводителем отряда они долго не притянут. И они вряд ли куда-нибудь вернутся домой. Хотя даже такие люди, как они, не заслуживают такой судьбы. Конечно, вы будете вознаграждены за потраченное время и помощь. Я вижу смысл в дальнейшей нашей беседе. Я в пустую трачу свое время. Прощайте. Вам, может быть, помочь чем-то? Банда разбойников докучает нам. Они отбирают нашу пищу и скот, а тех, кто не подчиняется им, убивают на месте. Народ злится, что мы не можем защитить себя. Но что с нас взять? Мы люди простые. Вот если бы нам кто помог. Но, может, что-то и вышло бы из этого. Нам бы бойца опытного, который растолковал бы, что к чему. Я научу вас драться. Правда? Ой, радость-то какая! Уж мы такой доброты не забудем, не сомневайтесь. Я пойду по зову народ. Верю всем прийти сюда. Коли научите нас обороняться, мы отдадим вам все, что у нас есть. Благодарность. Докинги? А, ну это говорили уже про докингу. Так, обучатель, да? О, славный сторейшен. Ну-ка, потренируемся с ветераном. Тут ветераны, блин, у них есть. Быстрый какой-то. Быстрый какой-то. Да! Я дыбе. Хорошая была тренировка. Тебе удалось победить меня? Но в следующий раз я буду осторожнее. Хочешь повторить? Нет. Нет, опыт не дают за это. Это чисто так, потренироваться. Так, как их обучать? Сражаться просто? Для меню появилось. А, обучать? Обучить поселенцев. Как лучший тренер отряда, вы посчитали, что подготовка жителей займет 11 часов. Начать тренировку. Бандиты шастают. Обучили жителей основам военной службы, строю и дисциплине. По вашему мнению, один из них уже освоил теории и готов перейти к практическим занятиям. Приступить к практике. Качок. После победы над последним противником, вы объясняете крестьянам, каким образом можно лучше защищаться от подобной атаки. Вы надеетесь, что они отнесутся к этому серьезно и будут лучше подготовлены в следующий раз? Окей. А сколько мне надо обучить? Так. Ваши заметки. Кстати, 2 февраля 868 года. Получено Адонис. Информация. Заметка 1. Рыбаки из Докинги вытащили вас из моря. Похоже, что вы единственный выживший. Свен напал на ваше судно. Ага. Поговорить с Ярлом Кеннамер. Это позже. 6. То есть еще 5. Окей. Окей. Недельная смета. Плата. 170. А, ну... А, у меня 170 монет, кстати. Ну, купить тут нечего вообще. Надо пройтись. Может, тут где-то можно что-то купить? Можно сохраняться тут прямо? Совсем вошок. Крестьянин. Так, надо попробовать дойти до Дорестада. И купить там что-нибудь. Сверхсложная игра. При данном уровне искусственный интеллект компании половина из бандитских шаг будет сильнее, чем игрок на старте игры. Численность их отрядов будет составлять до 6 воинов. Ну и пофиг. Пущай. Не, мне, кстати, забрали лук и стрелы. Отдавали чисто аренду. 10 монет лишних отдал. Город Дорестад процветает. Детешние люди выглядят сытыми и относительно неплохо одеты. Ремесленники трудятся над новыми изделиями. А в город из окрестных сел в поисках лучшей доли истекается народ. Вас приветствует подданный Конунг Рерик Хеммингсон из Фризия. К язычникам здесь относятся благосклонно. Народ безразличен к вам. Конунг. Типа кинг, король. Арена. О, тут есть арена. Люблю арену. Ну-ка ж. Добрый день. Если вы хотите посмотреть на турнир, то вам не повезло. В ближайшее время никаких турниров не будет. Значит, тут проводят турниры? Да, и вы бы видели, что здесь и тогда происходит. Все кричат, волнуются. Сюда стекаются все жители города и окрестных деревень. Впрочем, следующий турнир у нас будет не скоро. И смотреть особенно не на что. Разве что официальные поединки время от времени не проходят. И, конечно, рукопашные бои. Они у нас почти каждый день. Расскажите мне о рукопашных боях. Бойцам и воинам. Ну, короче, понятно. Это стандартная тема. Надо сражаться. Отлично, сражусь. Ох, тут какая арена. Там кого-то убили за стеной. Ох ты, холера! Хорош. Троиха гулял. Четверых. На скорости, если бьешь, то удар сильно получается. Да блин, как так? Проблема со звуком. У меня было ощущение, что сзади кто-то. Как так? Холера. У меня копье длиннее оказалось. Пять монеток. Еще хочу. Еще разок надо. Есть. А, щитом бить. Холера, как же так? А я улучшил, кстати. Сражаешься, и мастерство улучшается. Крепкие ребята такие все. Хорош. Выжил? Какой резвый-то. По-моему, чем дальше, тем сильнее соперники. Копейщик опасный. Но он медленный зато. То есть, копейщика плюс дистанция, но минус скорость. Лучник. Где лучник? А между собой вы не собираетесь, не? Драться? Не интересует? Ну, ребят. Холера. О. Блин, там отряд целый. Бежали нафиг отсюда. Атлетика прокачана, нормально. Не, ну ты не серьезно. А это лучник, что ли? Там целый взвод, блин. Блин. Еще слева подходил и отвлекся. Дитер их убил, это неплохо. Вы хорошо деретесь. Сейчас вы победили 9 человек. 9 человека. И заслуживаете награды. Вот вам 10 пеннингов. Прекрасно. Так, мне купить что-нибудь. Так, это не так. Отправиться в другой порт можно? Приветствую. Хотите отправиться в другой город? Я могу сейчас прямо? Не. Оружие. О-о-о. У меня 185 пеннингов. Нож по-любому надо менять. Факел. Прекрасно. А я ничего купить не могу. Слишком все дорого. Ну, перчатку можно купить. Пять брони, это неплохо. Так, на этом серия заканчивается. Попробую сейчас на арене что-нибудь заработать. Может быть, следующее начнется с большим количеством денег. Всем, кто смотрел. Спасибо. До встречи.